Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию Галатам Первоверховного Апостола Павла. И мы читаем третью главу с первого стиха и ниже. «О несмысленной Галаты! Кто прельстил вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Как можно понять эти слова? Кто предначертил перед глазами Галатов Христа так явственно, что как будто он был распят у них? Имеются в виду те проповеди, которые произносил апостол Павел, находясь среди них до того момента, пока они не увлеклись законничеством. Он свидетельствовал о Христе, как апостол Павел говорит, «а мы проповедуем Христа и при том распятого». И это свидетельство было столь достоверно, что люди воспринимали эти слова о распятом Христе, как будто они сами оказались на Голгофе и переживали муки Спасителя, висящего на кресте за грехи всего рода человеческого. И здесь апостол Павел восклицает с какой-то досадой о несмысленные Галаты, которые отступили от благодати. Кто прелестил вас, не покоряться истине вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? И далее. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, то есть Духа Святаго, или через наставление веры?» Мы знаем, что Дух Святой сходил на верующих даже во время апостольской проповеди, минуя формат конфирмации и миропомазания, который возникает значительно позже. Например, когда Петр начинает проповедь в доме Корнилия, языческого сотника, где было его языческое семейство, через проповедь апостола Дух Святой сошел на этих людей. Дух Святой делает человека причастным к божеству. Если древние иудеи верили в то, что средоточие святости – это в храме, за завистью, куда может войти только первосвященник, но когда зависть была разорвана надвое, Дух Святой, о котором сказано, что он дышит, где хочет, и голос его слышишь, а куда уходит, а куда приходит, мы не знаем. Его действие – это действие божественной любви, божественной силы. И апостол Павел обращается к этим несмысленным галатам, которые пережили общение с Духом Святым, и спрашивает, «Разве делами закона вы заслужили принять Духу Святаго, или через наставление веры, когда он наставлял их о распятом Христе Иисусе, как о его страстях, которые являются источником нашего преображения?» «Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью?» То есть они все приняли Духа Святаго в той или иной степени, они стали христианами, они были крещены во имя Святой Троицы, а теперь, спасенные благодатью, они начинают искать путь спасения в делах закона. А как такое может быть? Ведь делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. И если бы было наоборот, Христу не надо было бы приходить и умирать на кресте. «Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью?» И далее. «Столь многое потерпели вы, неужели, без пользы?» Потому что, может быть, некоторые из них духовно рождались даже в каких-то мучениях, пребывая в сомнениях, преодолевая эти сомнения. Дьявол не так легко отпускает людей. «Столь многое потерпели вы, неужели, без пользы?» «Если бы только без пользы, подающие вам Духа, то есть Бог Отец, и совершающие между вами чудеса, через дела ли законы сие производят или через наставление вере». И вот сейчас апостол Павел приведет им очень яркий пример из Ветхого Завета. Все законники имели пример патриарха Авраама, как первого человека, который бросает вызов дьяволу, греху, покидая Урхалдейский, Месопотамию, переходит в Ефрат, становится первым евреем, еврей означает «перешедший Ефрат», и идет туда, куда ведет его голос Божий. Именно об Аврааме сказано в Писании, что он исполнял все заповеди, божественные уставы и постановления. Но смотрите, что здесь пишет Павел далее, на что он обращает прежде всего внимание. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующая суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраам». А кто такой Авраам? Авраам был язычником. Он жил в нечестивом городе, Ури-Халдейском. Он жил в греховном окружении. Его обращение к Богу начинается, когда ему уже 75 лет. Но он поверил божественному призыву. Когда он услышал Божий призыв «Лех-Леха», то есть «Иди себе». А куда иди себе? «Иди к себе», можно и так понять эти слова. «Иди туда, куда я поведу тебя». Он подчинился этому глазу. Он покинул свою землю. Он покинул свой город. Он покинул свой дом и отправился туда, куда повел его Господь. И мы, когда приходим ко Христу, с чем мы можем прийти, с какими заслугами? Авраам стал праведным человеком благодаря действию божественной благодати. Когда он покорился этой благодати, и она изменила этого человека, усовершенствовала его. Бог посылал ему 10 тяжелейших испытаний. Но силой божественного благословения он все это преодолел. Но главное, Аврааму было сказано, в тебе благословятся все народы земли. Имея в виду, что отчресел Авраама придет тот, который станет благословением всех народов. Это Господь наш Иисус Христос. И Евангелие от Матфея начинается словами родословия Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. То есть Авраам верил в спасительного Мессию, который придет от его чресел в этот мир и принесет спасение всем, включая и самого Авраама. Потому что все ветхозаветные праведники, они шли все-таки в преисподнюю, в ад. И только Христос, сойдя в ад душею, облистал его сиянием божества и вывел оттуда ветхозаветных праведников, которые даже в аду утешались надеждой на то, что Христос придет и выведет их из этого места. И действительно, когда мы говорим о законе и благодати, нам надо выстроить правильную иерархию ценностей. Что мы можем сделать для Бога и что Бог делает для нас. Это принципиально разные вещи. Предположим, человек живет на земле сто лет. Сколько лет он проводит во сне? Сколько лет он приходит в себя, учится ходить, говорить, думать? Это тоже в минус. Сколько лет он зарабатывает хлеб насущный? Сколько лет он просто лежит на диване, смотрит в потолок и ничего особенного не делает? Если за всю жизнь человека найти хотя бы три года молитв, изучение Писания, участие в богослужениях, в таинствах церкви, но отцы предлагают нам другое решение. Они говорят, предположим, все сто лет человек не спит, не ест, не пьет, только делает богоугодные дела. С первого момента до последнего момента жизни, все сто лет. Что он заслужил? Вечность? Нет. По закону справедливости он заслужил сто лет в раю. А нам за эту некую малость земной жизни, 50, 60, 70 лет, предлагается вечность. Как же человек ценой тленной жизни может приобрести жизнь нетленную? Как ценой жизни на земле он может приобрести, заработать жизнь на небесах? Это совершенно несоизмеримые вещи. И Павел проповедует эту очевидную истину, что все спасаются именно надеждой на Христа. И Авраам услышал эти слова надежды. Это было Евангелие для него. В тебе благословятся все народы земли. Он понимал, что он не может сам быть источником благословения для всех. Он сам нуждался в Божьих благословениях. Когда Бог призывает Авраама, он говорит ему, я благословлю тебя, благословлю, позабочусь о тебе и так далее. Но это было свидетельство о Мессии, который отчислил Авраама и который принесет спасение всему роду человеческому. Апостол Павел далее пишет «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Об этом говорится в книге Второзакония, 27 глава, 26 стих. А кто постоянно исполняет дела закона? Кто следует строго делами закона? Какой праведник, какой цадик, какой мудрец способен на это? Мы знаем, что даже Моисей, боговидец, он не вошел в землю обетованную, потому что и в нем Господь усмотрел некий недостаток. В Писании сказано, что Бог и в ангелах своих усматривает недостатки. Кто может во всем исполнить волю Бога? Поистине, человеком это невозможно. И апостол Павел далее пишет «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет». Действительно, Авраам был таким человеком праведным, который жил не своими делами, заслугами, а верою в грядущего Мессию, Спасителя мира. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Но кто может его исполнить? Далее апостол Павел пишет «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано «проклят сяк, висящий на древе». И Христос повис на древе, чтобы взять на себя проклятие всех наших грехов и всех наших беззаконий, ибо закон Божий проклинает каждого грешника, совершившего грех. Когда евреи входили в землю обетованную, они проходили между двумя горами. Гора Геваль и гора Горизим. Гора Горизим – это гора благословения, откуда священники левиты произносили Божие благословения, а гора Геваль – это гора проклятия, откуда священники произносили слово проклятие. Проклят, делающий это, проклят, делающий это, проклят, делающий это. А разве проклятый может быть благословен? Конечно, нет. Это значит наше движение в Ханаан, Царство Небесное, между проклятием закона и благословением побеждающей благодати во Христе Иисусе. И в этом смысле наша гора Горизим, гора благословения – это Голгофа, на которой Христос был распят. Она является источником Божьего прощения, милосердия и Божьего оправдания. «А что закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано проклят всяк, висящий на древе». И далее. «Дабы благословение Авраамова», что за благословение? Что в семени его, в неком его потомке, там говорится об одном, будет благословение всем народам земли. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Действительно, Аврааму было сказано, что все народы земли будут иметь благословение от произошедшего, от его чрева. Не только об одном еврейском народе сказано, но о всех народах и племенах. Евреи каким-то особым образом относились сами к себе. Но иногда в древних агадических текстах, в Медражах, мы встречаем примеры другого отношения к другим народам, небрезгливого отношения. Так есть такой Медраж, в котором рассказывается, что когда Моисей прошел через Черное море с евреями, и он стоял на берегу этого Черного моря, он увидел мертвых египтян, которые плавали наверху этого моря, которое замкнулось над ними. И Моисей стал прыгать от радости, хлопать в ладоши, и вдруг он услышал божественный голос. «Моше, Моше, что ты радуешься? Это дети мои потонули». Оказывается, для Господа все его дети, не только евреи, но и египтяне, и скифы, и варвары. И так как патриархам было сказано, что в их семени благословение всем народам земли, только в Иисусе Христе благодать Божия и свет Синайского закона распространился по всему миру. Это реальность, которую мы, христиане, переживаем. И этим переживанием радостным мы хотим поделиться с другими людьми. Далее апостол Павел пишет, «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования, и семени его не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему». То есть обетования, данные патриархам, это были обетования об одном потомке, то есть о Христе. И вот эту мысль здесь апостол Павел развивает. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которая есть Христос. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». То есть обетование прозвучало 430 лет до дарования синайского законодательства, и оно непреложно, и дарование закона ничего не отменяет в этом обетовании о том, что спасение только в Мессии Христе всем народам земли, как благословение отчислил Авраама. «И Павел восклицает, ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию». То есть Авраам, который образец для всех иудеев, он жил верою. Он был тот праведник, хаиш, который жив верою, а не делами своими, ибо Бог усматривает недостатки даже в ангелах. 19 стих и ниже. «Для чего же закон? Он дан после, то есть после уже дарования обетования о грядущем Мессии. Он дан после по причине преступлений. Законы даются для преступников, которые своими преступлениями обнаруживают неспособность идти самостоятельно с тезией праведности. Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, то есть Христа, к которому относится обетование о том, что благословение всем народам земли в этом семени. «И преподан через ангелов закон, рукою посредника, то есть Моисея, но посредник при одном не бывает, а Бог один». И вывод, который делает апостол Павел. «Итак, закон противен обетованиям Божьим, что благословение придет в семени Авраама, то есть во Христе, а закон требует искать благословение в исполнении заповедей. А как мы переживем благословение, если мы грешники, и проклятие закона настигает нас?» «Итак, закон противен обетованиям Божьим никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». То есть закон не исправил людей. Закон вынес приговор этим людям. Закон поставил диагноз этим людям. Закон – это зеркало, как пишут апостолы, подходя к которому мы можем увидеть свое реальное состояние. «Но Писание всех заключило под грехом», продолжает Павел, «дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Ибо действительно делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона». Как бы предварительное заключение. И огонь ада уже под ногами до того времени, как надлежало открыться в вере. Ибо объектом веры патриархов, пророков и апостолов это Христос Иисус, который готов сойти в ад наших душ, как он сходил в ад, в преисподнюю и облистал ее сиянием божества. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться в вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Закон поставил нам диагноз. Мы оказались все виновны перед законом. Закон определил, что мы все под проклятием греха, мы не можем воспользоваться благословениями праведности, потому что мы неправедны. И закон вынудил нас искать спасения вне наших собственных заслуг и добрых дел, потому что таковых закон в нас не обнаружил. Он детоводитель ко Христу. Посмотрим, что об этом писали святые отцы. Блаженный Иероним пишет, «Воспитатель назначается детям, чтобы обуздывать живость их ребяческого возраста и сдерживать склонность их сердца к порокам, пока нежное младенчество не образуется занятиями». Тем не менее, воспитатель не есть учитель и отец, и воспитываемый не ожидает от него ни наследия, ни познаний. Воспитатель охраняет чужого сына и оставит его после наступления законного времени до приятия наследства. Подобное пишет и блаженный Феофилакт, «Как воспитатель оберегает юношу от всего дурного и способствует тому, чтобы он со всей внимательностью и усердием принимал наставления учителя, так и закон воспитывал в своих последователях надлежащую добродетель и приводил к учителю Христу своими обличениями и указаниями грехов, вызывая в них, то есть в людях, стремление искать того, кто дает прощение и оправдывает верой». Потому что, стремясь исполнить закон, они не могли это сделать. Феофилакт продолжает. «И так да устыдятся те, которые клевещут на закон, ибо ни воспитатель не стоит в противоречии с учителем, ни закон с Новым Заветом». Закон выполнил свою роль, обнаружив нашу греховность и указав нам на Христа, ибо все жертвы, которые приносились по закону, они указывали на одну единственную жертву. Вот почему Иоанн Креститель, когда увидел Христа на Иордане, он и сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Феофилакт пишет, «С пришестием веры, делающей мужем совершенным, мы, говорит он, уже не можем находиться под руководством воспитателя, на этом настаивает Павел, как ставшие через нее, то есть через веру, совершенными и вышедшими из детского возраста, так как мы от веры стали совершенными мужами». Итак, закон — это детоводитель ко Христу. Впрочем, святые отцы настаивают на том, что закон может присутствовать и в сердцах язычников. Так апостол Павел в послании к римлянам пишет, «Язычники, не имея закона, по природе законы делая, обнаруживают, что закон написан в их сердцах». И именно в этом контексте некоторые отцы говорили, как для иудеев закон Моисеев был детоводителем ко Христу, так для эллинов, язычников, их философия тоже была детоводителем ко Христу в той мере, когда философская мысль эллинского мира призывала людей к нравственности и морали. Апостол Павел пишет, «Ибо все вы, сыны Божии, поверивая Иисуса Христа, и иудеи, и еллины, и скифы, и варвары, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись вступившие в Церковь Божию все мы, братья и сестры». И здесь уже происхождение, тем более национальное, не имеет никакого значения. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе и Иисусе», резюмирует апостол Павел. И в окончании этой главы он пишет, «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Действительно, мы кто-то и что-то во Христе, и мы никто и ничто вне Христа. И когда Аврааму было сказано, что все меня благословятся, все народы земли, имелось в виду, что Христос произойдет от Авраама только по плоти. Он предвечный Бог, Сын Божий, который в чреве Деви Марии, этого потомка Авраама, он, приняв человечество от Марии, ипостасировал это человечество в божество, конечно, ничего не прибавив в божество, ибо оно абсолютно самодостаточно. Итак, мы сегодня окончили изучение третьей главы, это очень важная глава, по-своему она даже сложная, потому что поднимаются очень острые проблемы, как соотносится закон и благодать, но то назидание, которое мы получаем от этой главы, те примеры, образы, которые нам предлагает апостол Павел, они помогают лучше нам уяснить и понять суть евангельской радостной вести о том, что спасение дается нам по милости Божией, и сие не от нас, а Божий дар, чтобы никто не хвалился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok